МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В дни захвата городов Донбасса и проведения псевдореферендума многие мэры были лояльны к боевикам. С моей точки зрения, Донецкой народной республики невыгодно, чтобы после референдума была престабилизация. Они одобряли поднятие российских стягов и призывали Путина. Ты и я, Русь сельскомная моя! Но среди десятков лояльных к сепаратизму мэров за прошедший год обвинения в поддержке боевиков получили единицы. Все остальные якобы невиновны. Адиозная экс-мэр Славянска Неля Штепа обвиняется в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ей грозит пожизненное заключение. Но сама Штепа уверена, что ее выпустят уже в этом году. Я выйду. Я знаю, что все это закончится. Много людей, которые сегодня понимают, что Штепа вообще здесь ни при чем. Может, только вы один так думаете, но потому что у вас нет другого выхода. Секретные материалы взяли эксклюзивное интервью Нелли Штепы прямо в Харьковском СИЗО. Экс-мэр Славянска рассказала нам, почему ее сделали крайней в прошлогоднем сепаратистском бунте. Кто из сегодняшних руководителей страны просил ее выполнять условия захватчиков в день захвата Славянска? И какие существуют договоренности между оставшимися у руля мэров и Киевом? А также поддерживает ли ее друг-беглец Николай Азаров? Конечно, поддерживает. Постоянно. Мне передают посылки, подтвердят и СИЗО. Одним из доказательств причастности Штепы к организации сепаратизма на Востоке стали ее выступления 12 апреля прошлого года, в день захвата города. Сегодня Штепа объясняет свое выступление полученным приказом из Киева идти на поводу у боевиков и выполнять их требования. Они пригласили ко мне начальника милиции. Он говорит, ну захват здания. Я говорю, у вас есть люди в заложниках? Он говорит, да, 278 работников. Я ему даю телефон, он минут 20 развалил с Божедаевым, с Тарутой, потом набрал Пашинский, он еще с ним переговорил. И говорит, они попросили, чтобы ты пошла, провела с ними переговоры по поводу освобождения. Я говорю, а ты не можешь эти переговоры провести? Он говорит, нет. Я беру трубочку, мне Тарута говорит, Нелли, все сделайте, для того, чтобы сегодня не пролилась кровь. Все, что угодно, крутись, вертись. За неделю до захвата города, на окраине Славенска, на территории вот этой церкви, отец Виталий поселил у себя вооруженных людей, якобы для защиты города. Кстати, позже этот же священник благословлял армию боевиков Стрелкова. У нас православный центр, и они арендовали у нас здание виллы Марии. И поступило сведение, что там какие-то драки, попойки. И СБУ мне ответила, и милиция мне ответила, что в этом здании проходят спортивные дзюдо, айкидо на базе православного центра. И что это все под православным батюшкой, отцом Виталием. Как потом мы выяснили, что на этой базе действительно и начальник СБУ, и начальник милиции наш прекрасно понимали, что там собираются люди для какого-то серьезного задания. После своих скандальных заявлений в день захвата Славенска, Штепа пропала. Но появилась в сюжетах вездесущего лайф-ньюс, призывая Путина и благодаря его за захват Крыма. Знаете, я очень благодарна Путину, я вам сразу скажу, за то, что он зашел в Крым. Сегодня Штепа оправдывается тем, что она была в плену. А скандальные сюжеты для российских СМИ она делала под дулом пистолета. То есть меня вызывал Пономарев и показывал мне два раза, что я по трибуналам, что меня вот должны расстрелять, если я там не буду это делать. Я вам скажу, что если бы я на тот момент детей, я детей умоляла, упрашивала, соберитесь и уедьте. Вот когда дети мои уехали, они мне тысячу раз после этого просили дать интервью. Я не дала больше ни одного интервью. Несмотря на свои публичные выступления, экс-королева Славенска винит во всем силовиков, которые и должны были защищать города. Должны заниматься СБУ, прокуратура, милиция. Почему они хотят на нас скинуть? Это сейчас сегодня я понимаю, что это уже давным-давно планировалось. И чтобы не оставить виновными милицию, прокуратуру СБУ, они просто решили оставить виновными всех мэров города. А свой арест Штепа считает местью за то, что она так и не пошла на поклон в Киев, в отличие от мэров других городов. Я сама приехала, мне никто не хотел слушать. Вообще никто. Я набрала, я же говорю, начальника СБУ Донецкой области, спасителя Сергея Александровича, он от меня отмахнулся. Говорит, слушай, ты лучше спрячься, потому что тут, говорю, ищут, кто бы кого-то сделать виноватым. Тебя сделают точно. Сумев договориться с Киевом о неприкосновенности, в обмен на поддержку президентского курса, сегодня многим мэрам Донбасса временно прощается сепаратистское прошлое. 100% с ними договорились, что давай, тиши воды ниже травы. Все. И будет нормально. Со мной не договорились. А со мной не договорились. Так о чем же договорились новые власти и многолетние хозяева восточных городов? Под флагами какой партии Восток получит якобы новую власть? И будет ли реванш экс-регионала в Украине на осенних выборах? Смотрите в среду, 2 сентября, фильм «Реваншисты» в проекте «Совершенно секретно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова